Да, вроде записывается Есть Так, сегодня вводная лекция Я ее, в принципе, уже читал для предыдущей группы Вам повторяю Если что-то будет непонятное Я остановлюсь подробнее, задавайте вопросы Будем уточнять и так далее Я, в первую очередь, хотел Так сказать, рассказать, о чем идет Рассказку о этой лекции Миша, не надо Так вот О чем идет рассказ Пушки Лекции В первую очередь, я рассказываю О теоретических основах Объектно-ориентированной парадигме Ее трех принципах Что такое Джава, откуда она выросла Почему торчат такие ныне странные И, в общем-то, как бы Устраиваю пляски вокруг этих всех понятий Вот Ну вот В первую очередь Я хотел поговорить об Объектно-ориентированной парадигме Что это такое и чем его едят Значит так Когда люди придумали Вообще компьютеры Изначально их надо было как-то программировать И первоначальный подход к программированию Был, собственно говоря, алгоритмический Последовательное выполнение каких-то действий Условно говоря Что такое приготовить обед Вытащить еду из холодильника Поставить на плиту Плиту зажечь Дождаться до кипения Снять Поесть Вомыть И так далее Все последовательно В большинстве случаев в жизни мы делаем что-то такое подобное Однако И, соответственно, первые программы так и выглядели Набор последовательных действий Возьми данные там Положи их туда Умножь, подели Сложи Собери Раздели Положи в обратную сторону Замечательно Закончили Мы все выполнили Кул И все такое Но Даже в реальной жизни Такие ситуации Опять все-таки Запросите В реальной жизни Такие ситуации Усложняются На порядок На самом деле Потому что Если Даже взять Ту же самую простейшую ситуацию С готовкой обеда Начинается Опа А если в холодильнике Не оказалось нужного продукта Ага Надо, наверное, пойти в магазин Тут уже начинается Ого Там развлечение В магазине А если там Не оказалось Именно той фирмы Что привыкли Или упаковка Не того размера Может быть, нам надо Две взять Или наоборот Возьмем одну Но больше в размерах Рассчитывая то Что завтра Не понадобится идти А если Там, например Часть еды Приготовленная И у нас С предыдущего раза Ее надо только разогреть А если Будешь, да? Окей А если еще что-то надо И программа Разлетляется Ветвится Увешивается Условными Условными действиями А если То-то Туда-то Суда-куда В общем В результате Программа превращается В сурное говно Извините То есть Там какие-то Вместо Один-два-три Да Там Поставить на огонь Там Погреть И так далее Тут начинаются Какие-то условные Если То Туда-то А если Нет То Нет То туда И начинаются Такие вот Ветвления И так далее Потом люди Придумали Что нет Это все-таки Не очень хорошо И пошло Процедурное Программирование Повторяющиеся действия Начали выносить В блоке Называемые В разных языках Функциями Под программами Процедурами Еще много Разных других слов Но в общей сложности Все равно Все это Процедура Отсюда и Процедурное Программирование Когда каждый Из повторяющихся блоков Можно повторить Но тут Начинаются Другие проблемы Потому что Например Это опять же Та же ситуация Что в реальной жизни Замечательно Мы написали процедуру Поход в магазин А если Нам нужно пойти В другой магазин Мы будем писать Другую процедуру А если Нам надо Нам туда Нужно пойти В данный момент Не за продуктами А например Там Условно говоря Стретиться С кем-то Опять будем Новую процедуру Писать И начинаются Какие-то Терки Повторяющиеся Одинаковые Процедуры Но в случае Если Не это так И так далее Код все равно Проезжаясь Еще знаешь что Объектно-ориентированный Подход Стал Следующим Ступенью Развития По большому Он весь сводится К тому Что Отбрасывает Концепцию Повторяющихся Действий И вообще Концепцию Действий Он переходит К понятию Все вокруг Нас Является Объектом Для человека Это естественное Понятие Мы живем в мире Объекта Мы с ними Взаимодействуем Мы сами В конце концов Объекты В каких-то Ситуациях В каких-то Ситуациях Субъекты То есть Мы на них Воздействуем И так далее И мы понимаем Что такое Объект Вот стул Это объект С ним все понятно Вот он стоит Себе хороший стол У него есть Какие-то ножки Он из чего-то Сделан У него есть Какие-то функции На него можно Что-то поставить Пролить Его можно Стукнуть И так далее И исходя Из этой парадигмы Мы знаем Что есть объекты И в программе То же самое Делаем Есть объекты И у них Есть свойства С точки зрения Программирования Что такое Свойства Свойства Это Набор Значений Всех полей Объекта То есть Например Тоже самый Стол У него есть Свойства Цвета Есть свойства Параметра Где он стоит Координаты Чем свойства Состояние Отличаются Состояние Это Набор Значений Всех полей То есть Объект находится В каком-то состоянии Когда все его поля Принимают Определенные Значения Если у него Какое-то поле Поменяло значение Например Стол Он находится В другом состоянии Если мы его перекрасили Он в другом состоянии Если мы на него Воды налили Он еще в каком-то состоянии И так далее То есть Одно из свойств Поменялось Мы поменяли состояние То есть Ну вот так Поведение объекта Поведение Это все методы С точки зрения Программирования Это методы Которые мы можем Вызвучать объекта Мы с объектом Что-то можем сделать Или объект Может что-то Делать с чем-то Другим Понятно Да? В общем случае Методы объекта Это методы По изменению Его состояния То есть Например У стола Это Мало чего С него можно придумать Даже чтобы воды Налить Или в коньяку Да Или в коньяку Тоже неплохо Так вот Есть На самом деле На самом деле Ситуация развивалась Гораздо дальше Парадигм программирования После того Еще придумана Десяток Разная Вот Однако Ну вот Я в качестве примера Приведу функциональную парадигму В которой Все происходящее в системе Рассматривается в виде функций Не процедуры А именно функций То есть Например Если мы Говорим о поэпидикно-ориентированным Парадигме То Подходя к любой системе Мы смотрим Какие объекты В ней взаимодействуют Если это Например Банковская система Да Мы понимаем Что это Какие-то счета Это какие-то Картхолдеры Да Которые там Держат Какие-то счета Да Это какие-то Проводки Которые бегают Между счетами И так далее То есть Там объекты Да Если мы говорим О функциональной парадигме То там Мы подходим Какие функции Должна выполнять Эта система Например Условно говоря Если мы говорим Про систему Например Предоставляющие Компании Предоставляющие Доступ к интернету Да Ее функциональность Предоставление доступа И не важно С помощью чего Каких железяк Они реально предоставляют Они могут там Свич поставить Роутер А могут вообще Использовать уже Какую-то готовую Железяку И через нее пустить Да Они осуществляют функцию Именно в терминах Этой функции Идет Ферсональное программирование Честно Для меня Это парадигма Скажем Не Не очень удобно Ложиться на мои мозги Есть аспектная Парадигма Опять-таки Ну там Совсем все Сложнее Я не буду вам Забивать мозги Вот Но общий смысл такой Что подходить к системе Смотрите в чем дело Когда нам спускается задача Мы должны ее каким-то образом Декомпозировать Если это не задача Hello World Напиши Чтобы в систему Выбрала Hello World Да Если это что-то Чуть более сложное Такое Что требует Какого-то раздумия Мы должны ее декомпозировать Потому что в большинстве случаев Мы ее за один день Не делать не сможем То есть разрубить На какие-то составные части Которые будем делать По отдельности Да И собственно говоря Эти парадигмы Нужны для того Чтобы декомпозировать систему На основе каких-то наших Представлений о том Из чего эта система Должна состоять Она может состоять Из объектов Как для объектной парадигмы Так и из функций Из чего То есть В процедурной парадигме Она состояла Из основного потока Выполнения И каких-то процедур Которые в случае чего Выполнялись Да Понятно Это общий взгляд Теперь немножко По принципу ВОП Я тут Почему я Об этом все равно Рассказываю Смотрите ребята Из общения С предыдущей группы Я понял Что Несмотря на Ну вот Зайду сразу Скажем Совсем далеко У программиста Есть две основных Его функции Он может программировать А может устраиваться На работу Вот И собственно говоря Эти функции Неравноценны Потому что Функция устраиваться На работу Гораздо важнее С точки зрения дохода Понимаете Да Вот Естественно Любая компания Которая нанимает Программиста Она хочет нанять Себе хороших специалистов Иначе они Как бы Совсем лохи Они возможно Хотят нанять Себе новичков Но все равно Умных новичков Да Тех которые Как бы быстро разберутся Въедут И начнут работать Они Здравствуй дерево Что это такое Никому такие сотрудники Не нужны Поэтому Любая компания Отлаживает систему Принятия Людей на работу Однако Даже если вы Супер специалист Есть ненулевая вероятность Того Что вы начнете На собеседовании Волноваться Потому что Вам задали Какой-то неудобный вопрос Который вы не знаете ответа Уплывете куда-то Будете Испугаетесь И не сможете Ответить даже на вопрос Который вы В общем-то Как бы знаете Просто не каждый день С ним сталкиваетесь Это легко и просто Поэтому С моей точки зрения Функция Правильного прохождения Собеседования Является Для программиста Первостепенной Поэтому То, что я вам говорю На этих курсах Оно в первую очередь Сводится к тем вопросам Которые будут вам задавать На собеседовании Когда вы придете Приходить Устраиваться на работу Так вот То, что я с самого начала Говорил Не каждому Специалисту Спрашивают Однако Подразумевается Что вы его знаете Если Ответом На какой-то Вопрос Интервьюера Он увидит Что вы Что-то куда-то Уплыли Он может Перейти на эту тему Чтобы узнать Вы вообще Базу-то знаете Если вы здесь Начнете Половать Скорее всего У вас за дверь Отправить Понимаете Потому что Если программист На джаве Не знает Что такое Объектно-ориентированные Парадигмы Он вообще Не программист На джаве Это понятно Поэтому Конечно Строго говоря Не совсем Наверное Не совсем Джаве Людей учу О прохождении Собеседования Однако Это В любом случае Даст необходимую Информацию Для того Чтобы программировать Тут Как ни странно Прохождение собеседования Является более сложной Задачей Чем само программирование Понимаете Можно Понисходящее Вывести Программирование Из этого Умения Вот наоборот Бывает сложно Это раз А во-вторых Я же говорю Относительно денег Все-таки Прохождение собеседования Как ни странно Важнее Простите Я эгоист Я считаю Что программист Все-таки Должно заботиться В первую очередь О себе Неблагосостояние фирмы И поэтому В первую очередь Он должен уметь Себя продать Итак ООП Объектно-ориентированный парадигма Или Объектно-ориентированное Программирование Как часто Расшифровывают Несколько Не ею Три основных Принципа ООП Я вам рассказал Что такое Объектно-ориентированный Парадигма В принципе Определение Звучит Примерно так Вы Никто Не будет Спрашивать Определение Изусть Вы же понимаете Все люди Заменяемые Но своими словами Это выглядит Следующим образом Это парадигма В которой все объекты Системы Все Из чего состоит Система Это объекты У объектов Есть свойства Их состояние Их поведение Собственно говоря Этого достаточно Итак Три принципа ООП Принцип 1 Инкапсуляция Принцип очень недооцененный На самом деле Большинство программистов Как ни странно Подавляющее большинство Программистов На нем Вообще Как бы Особо не заостряется И Я в 95% Случа Слышал Описание Этого Принципа Следующим образом А что Объект не должен иметь Предоставленные Всем в поля Все Ну Все они должны быть Приватные Ну Замечательно Конечно Но это Так Вот такой кусочек От вот такого Принципа Принцип состоит Следующим Внутреннее состояние Объекта Должно быть защищено От изменений Извне И должно Производиться Только с помощью Методов Самого объекта Да Это более широкое Обратите внимание Что в объектно-ориентированной Парадигме Объектом Рассматривается Не только Вот условно говоря Класс Джави Или там Класс Си плюс Плюс А например Какой-нибудь Сабсистема Там Пэккедж Это тоже объект Да И внутреннее состояние Этого объекта Тоже не должно изменяться Произвольно Кем-то снаружи Только методами Самого объекта Понятно Да Хорошо Вот Мы не раз будем К этому возвращаться И Обратите внимание Именно этот принцип Ограничивает нас От того Чтобы написать Процедурную программу Потому что как выглядит процедурная программа Можно же и на джаве написать Процедурную программу Как это не чудовищно Да Вот Как выглядит процедурная программа Выполнить Один Выполнить Два Выполнить Три Это будет вызов метода Три Два штриха Четыре Пять Здесь Выполнить метод Пять штрих Замечательно Ну что-то такое Да Если А тут какой-нибудь Иф Да Нет Перед этим Задать класс Мей Да Ну да Понятно Ну понятно Это класс Мей А здесь Какие-то методы Сказать что это объектно Да Замечательно Это нифига не объектно Хорошо Даже предположим Мы эти все методы Занесем в один класс А если эти методы В другой класс Это тоже Неучебное программирование Потому что На самом деле Это та же самая Процедурка Только просто Ну как бы Что-то такое Навешали Здесь будет слово класс И здесь будет слово класс Замечательно Но Инкапсуляция Принцип объектно-ориентированного Про Гальдигма Говорит нам Ни в коем случае Нельзя такое делать То есть Методы этого класса Не должны доступаться К свойствам этого класса Свойства этого класса Должны меняться Только его собственными методами Этот метод должен быть Целиком здесь Этот метод должен быть Целиком здесь Мы наверное должны Создать такой объект И пусть он сам себя считает Понимаете И тогда это у нас У нас уже будет объектно-ориентированная программа А не какая-то попытка Исполнить процедурное программирование На джаве Это не потому Что мне так хочется Это потому что Знаете как говорят Правила дорожного движения Написано кровью Вот принципа Упы тоже написано кровью Скорее потом Потом куча программистов Которые мучились В чужом говняном коде В попытках разобраться Куда же этот вызов Вот так вот Куда-то уплыл Там загребень волны Почему у меня Пять одинаковых методов Которые делают Что-то разное Вот И зачем у меня Один класс Пять тысяч строчек Ну что-то вроде Понимаете Холостно Да Вот Этот принцип Очень важен Для того чтобы Программа После этого Смотрите Как говорил Великий Мартин Фаулер Любой дурак Может написать Программу Понятную компьютеру Только хороший программист Пишет программу Понятную человеку Да Главное В нашей программе Это то Чтобы она была Легко читаемой Это не потому Что вы страшно Любите своих коллег Это потому Что вы страшно Любите себя Потому что Рано или поздно Вы сами Воткнете свой код Скажете О господи Какого рода Ты написал Вот А что же здесь Было-то Зачем Куда Чего Вы сами Должны легко Потом взять И свой код Прочитать Понимаете Ну то что Из-за этого Сможет Ваш сосед Вася тоже Его прочитать Это тоже Облегчит Вам жизнь Потому что В противном случае Он придет к вам С недобрым выражением Лица И скажет Ииии Что мне с этим делать Иди поменять Два на три Желтого части Да И вам придется Еще и с ним Сидеть Помимо своей работы Или возможно Ему придется Переписывать Полностью Ваш код Тоже Матери А вас Ну карма В любом случае Не улучшится То есть я так понимаю Чтобы приготовить Похалки Готов на ретиранной Парадигме Нужно жениться На объекте Жена Которая имеет Методы И свойства Готовить Похалки Ну примерно Да Можно Можно жениться На микроволновке Ты знаешь Тоже вариант Нет Но он же не говорил Про другие методы Он только Приготовить Похалки Так что Лучше на микроволновке Вот Итак Инкапсуляция Второе Наследование Да Вот это Нями-нями Конечно Нями-нями Наследование Не является Дело в том Что это Очень сильно Переоцененный Принцип Сначала я расскажу В чем он состоит А потом расскажу Почему он плох Он используется Не там Где нужно Открыть Кажется Опять дверь Это Дышать Спасибо Наследование Это Принцип Который позволяет Всем Наследникам Какого-то Класса Наследовать Его свойства То есть Обладать Такими же Свойствами И таким же Победением Я уже Тут стихомолку Начал Протаскивать Умал Диаграммы На них Позже Остановимся Но Общий Принцип Когда У нас Есть Класс Условно Говоря Например Animal И у нас Есть его Наследник Кот Вот Animal У нас Обладает Свойствами Дышать Как Как Дышать Дышать Класс Класс И кошка У нас Тоже Умеет Дышать Обалдеть Сразу же Автоматом Потому что Она Наследница Класса Animal Она Тоже Animal Вообще Наследование Надо понимать Является Чем-то Кошка Является Animal Животном В принципе Оно Так Достаточно Часто И читается Мы можем Нарисовать Здесь Собачку Добрый Вот Которая Тоже Будет Внезапно Наследником Animal И тоже Внезапно Будет Уметь Дышать Класс Вот Класс Мы можем Добавлять Какие-то Общие Свойства В Animal Один раз Их Описывать И любой Наследник Будет Обладать Теми Же Свойствами И Теми Же Методом Вот Если Какое-то Свойство Ну Каждый Из них Может Обладать Еще Набором Каких-то Дополнительных Свойств Методов Которых Не было У его Предка Но Все Его Свойствами Метод Он Наследует И получает На автомате Что позволяет Нам не писать Три раза Один И тот же Код Ну С точки Зрения Java Мы Описали Метод Дышать Животным И Все Любое Животное Которое От него Наследовали Получает Этот Метод Автомата Моин Берет И дышит Хорошо Замечательно Чего это переоценили Этот принцип Потому что Замечательно Мы можем Строить сюда Класс Бист Который умеет Кормить Детеныши Молоком Мы можем Сюда Настроить Семейство Кошачьих Которые Тоже Еще Что-то Умеют Дополнительно Мяукать Хотя Тоже Там Начинается Исключение Не все Кошачьи Мяукают По-моему Этот Сам Лев Не умеет Мяукать Я рад За тебя Что ты Пробовал Я Это Не пробовал Извини Короче Можно Минимал Отнаследовать От живого Организма Можно Наследовать От многоклеточного Организма Можно Наследовать Еще Уйти в Бесконечность Замечательно Вот такое Дерево Наследований Замечательно Хорошо Классно Проблема в том Что Когда вы Втыкаетесь В какой-то Конкретный Глаз А у вас Вот такое Дерево Наследований Уходящее В подпространство Сказать Какие у него Будут методы Вообще Невозможно В общем Случай Потому что Вам надо Пробежать По всей цепочке И собрать Весь этот Список Причем Если Наследование Не одиночное Нет одного Класса От нескольких Которые Еще Вот так Ветвятся То что Там будет В итоговом Классе Пойдет Вообще Будет Никак Невозможно Проверить Надо Надо Проверять Каждый Раз Это Раз В этом Раз Проблема Вторая Проблема То Что Что Становится Непонят Читая Что Java Не поддерживает Множественное Наследование Если говорить Объектно Ориентирование Парадигме В принципе Множественное Наследование Это вполне вариант Тоже C++ Вполне Это ОП Мы Сейчас Перейдем К Java Просто Я Небольшое Существляю ОП Да Да Сферическое ОП В вакууме Так вот Почему Плохо Все-таки Наследование Помимо Помимо Этого Того Что Мы Получаем Жуткое Дерево Наследование У нас Начинается Еще И Большое Как Сказать Вот Смотрите Мы Вот так Вот Этот Метод Получаем Здесь Автоматом Это Очень Удобно И А теперь Давайте Подумаем Вот У нас Есть Какой Нибудь Класс Например Термометр Термометр Который Умеет Возвращать Температуру Как Быть Так Проч Да Класс Есть Термометр Который Умеет Возвращать Температуру Здорово У нас Есть Класс Виджет На Рабочем Столе Windows Который Тоже Умеет Возвращать Температуру Черт Зачем Нам Написать Его Еще Раз А Давайте Мы Отнаследуем Замечательно Мы Отнаследовали От Термометра Он Умеет Тоже Возвращать Температуру Да Но Когда Нам Нужно Присчитать Количество Термометров На складе Вот Этот По Моему Нем Очень Подходит Он Вообще Как Б Не Термометр Термометра Там же Есть Какие-то Да Там Есть Какие-то И Начинается То есть Мы Можем Список Термометров На складе Засунуть И Ни Одна Программа Нам Ошибку Не Выдаст Потому Что Он Является Термометром По нашей Диаграме Термометра Там Можно Как-то В static Int Зафигачить Количество Объектов Класс Которые Уже Созданы Нет Там Есть Обязательные К Переопределению В Потомках То есть Сами По Себе Родители Не По Юз И Обязательно Должен Переопределение Ребята Вы Не О Том Говорите Вы Оба Правы Но Совершенно В Разные Стороны Я Говорю Про Другое Термометры У нас может быть список этих термометров Говно вопрос Да? Мы можем в этот список термометров Положить виджет с экрана Судя по этой схеме Вполне можем Почему нет Он там отлично будет смотреться Он такой же термометр Потому что он наследуется От него Он является термометром И потом Когда мы будем писать программу Посчета остатков на складе У нас эти виджеты Тоже Остатки на складе попадут Чтобы этого не было Нам надо будет В каждой строчке Проверять Является ли этот термометр Правда Термометром А не вот этой херней. Понимаете? Это какое-то совершенно ненужное усложнение. А потом нам этому бюджету еще понадобилось время. А у нас есть объект часы. А давайте мы от него отнаследуемся. Опа! Он у нас еще на складе и как часы посчитается. Понимаете, эту схему уже лет 50 советские завхозы используют. Это вообще не новая. Две темы просунуть одну и там, чтобы начислилась. Да, строго говоря, мы, конечно, классно это сделали, но этот бюджет не является термометром. Это неправильно, что здесь написано. Правильно было бы вызвать просто у него этот метод, чтобы он нам его вернул. Кроме всего прочего, вот такая фиговина, если мы наследуемся от всех классов, которые нам нужны, она приводит просто к жуткому захламлению кода. Где-то мы наследовались от реального, например, абстрактного виджета, такого, который вообще ничего не выводит. Правда, он его наследник. Где-то наследовались от того, чего не надо. Но в коде оно никак не будет различаться. Понимаете? Код будет просто нечитабельный вообще. Кроме всего прочего, знаете, это бытовало лет 20 назад шутка, я не знаю, может до сих пор еще ходит, что у настоящего программиста дерево наследования уходит в бесконечность и заканчивается абсолютно пустым объектом, который ничего не умеет. Ну, во-первых, у жжавистов не так есть, потому что оно заканчивается классом Object, который не является пустым объектом. Я ему целую лекцию, ну, кусок целой лекции. Что? Нет, Андрей. Который сам по себе совсем не пустой объект. У него есть несколько методов, крайне нужных, мой большинство программистов. Это раз. А во-вторых, выше ты все равно не зависишь. Ты не можешь привести иерархию к чему-то бесконечному, а упираешься. Итак, про наследование вы поняли, да? Так вот, это не значит, что я говорю. Вообще, в принципе, в общем случае, вместо вот такой конструкции вы должны сделать вызов. Просто вызов. Взять и позвать этот метод. У вас был виджет, вы позвалите термометр. Не наследуясь, а просто вызвали. Вот. В общем случае, если есть возможность предпочитать делегирование, наследование. Это называется этот принцип так. Так как он пишется. Ну, например, создавший класс виджет. Ну, именно если расписать. Ты говоришь, получить сначала где-то термометр. Например, new термометр. Да. Получить. А потом вызвать у него метод. GetTemperature. А, типа сделать метод у виджета, который будет создавать новый термометр и, пользуясь этим термометром, узнавать температуру и получать температуру. Да, да. Или может находить его на складе, там, по ID-шке. Или еще что-то такое делать. Ну, у него уже узнавать температуру. Потому что он, правда, его возвращает. То есть, мы строим новый объект. Что-что? Да. Да. Мы создаем новый объект. Один объект создаёт второй, пользуется его методом и убивает. Наказывает. Жестоко наказывает. Ставит на колени и жестоко убивает. Нужно повторить все то же самое. Значит, мы создали один объект, потом создали другой объект и из него вызвали метод первого. Да. Мы создали... Ну, не обязательно мы должны создавать. Может, он уже существует. Может, мы его должны найти. Например, у нас есть какой-нибудь склад термометров, да, к которому мы обратились, говорим, да, термометр с таким-то ID. Он нам его вернул, и мы у него вызовем метод температуры. Понял? Надеюсь. Что-то у меня прояснение не нужно. Ну, типа, чтобы не захламлять память. Нет. Я понял свою мысль. А у нас где-то в объекте создан рабочий метод. Вместо того, чтобы наследовать новый объект от того... Да. Мы просто делаем new этот объект, например, и вызвать этот метод. Или мы, если этот объект уже кем-то создан, и ссылка на него где-то лежит, то мы можем у этого кого-то спросить, дай нам этот объект, а потом мы не можем вызвать его. Интересная тема. Ссылка и на указатель. Объект класса термометра или объект просто любой вообще? В данном случае класса термометра. Или объект... Java — язык со строгой типизацией. Мы не можем вызвать ни одного какой класс. Мы всегда вызываем класс конкретно с каким-то именем. Это тоже не совсем так. Там можно вызывать более-менее динамические эти классы, но это захламлять вам сейчас голову не буду. Это немножко сложнее, чуть позже, да? Но общий смысл Java состоял именно в том, что есть жестко прописанные классы, в которых написано, какие у них есть свойства, и других нет. И в любой момент времени вы точно можете сказать, есть там такое свойство или нет, есть там такой метод или нет. На этапе компиляции еще. Слушай, получается, мы можем в другом объекте сделать это, допустим, ни у другой объекта, и из него вытащить метод, так? Да. Ну, естественно. В любом месте мы можем сделать, если этот объект нам доступен, то есть у нас где-то есть, но его описание. Мы можем ему сделать NIL, например, если это просто объект. На самом деле это тоже не совсем верно, но об абстрактных классах я поговорю чуть позже. Но я тоже об этом поговорю сегодня же. Вот. Наследование, да? Еще к этому наследованию я хотел прибавить два аспекта. Вот мы классно тут говорили про животных, да? Вот я еще раз это воспроизведу. И тут есть у нас животное, да? У которого есть наследники, кошка с собакой. Так вот. Все это замечательно. Кошка и собака являются животным. Но можем ли мы создать новое животное? Не бывает такого просто животного, да? Вы идете по улице, а он навстречу животное. Ну а бывает. После 12-15 часов. Причем типизации не поддается. Ведет тебя по одному-то, по другому. Ну, столько пить надо. В общем случае, в общем случае, животное просто не бывает. Это обязательно какой-то тип. Понимаете? В данном случае это кошка или собака, или там, я не знаю, рыбка или еще что-нибудь. Не важно. Какая-то животина должна быть какого-то типа. Так вот. А поскольку она просто животное, и такого не бывает. Но мы знаем, что все животные дышат. Однако все животные дышат по-разному. Некоторые дышат легкими. Некоторые дышат жабрами. Некоторые дышат кожей, еще чем-то, плавниками. Не знаю. Я не большой специалист в биологии, но чем-то они еще могут дышать. Это точно. Вот. Поэтому мы точно знаем, что она дышит. Класс. Но мы точно знаем, что про животное мы сказать, как оно это будет делать, не можем. Такой метод, который в родителе описан, но не заданный, как он работает, называется абстрактом. Понятно? То есть с точки зрения Java у нас есть его сигнатура. То есть название метода, возвращаемые значения, параметры и какую он exception китает. Все это входит в сигнатуру метода. Слово сигнатура, да, знаем? Сигна-ту-ра. Все это объявления и реализация. Ну, в Java они совмещены. Так вот, сигнатура метода здесь описана. Однако, телом и здесь написать тело метода. Как, собственно говоря, дышать, у кого вызывать? У легких. Ну, здрасьте, там, у жабы, у какой-нибудь там макрицы наверняка нет легких. Я не помню, у кого там нет легких, кто дышит. У червяка. У червяка нет легких, блин. Давайте мы вызовем у него легких метод дышать. Черт, у меня нет легких, что делать? А вот кошка, например, с собакой спокойно могут дышать своими легкими, да? Такой абстрактный метод в любом классе может быть? Абстрактный метод может быть только в классе, который мы не можем инстанцировать. Такие классы называются абстрактными. Вот теперь думаем, когда же все методы абстрактные? Нет, хотя бы один. Есть только один? Да. В жабе ситуация следующая. Если хотя бы один метод в классе является абстрактным, такой класс не может быть инстанцирован и называется тоже абстрактным. Инстанцировать — это, короче, создать в пользу? Да, мы не можем создать экземпляр такого класса. Не копию, а экземпляр. Понятно, да? Это унаследоваться? Нет, унаследоваться мы от него можем. Мы не можем его создать. New такой класс мы не можем сделать. Ну, абстрактный метод, как мы его вызывать будем? А если у него кроме абстрактного еще есть метод? Неважно, мы все равно его создать не можем. А вдруг этот метод потом вызовут? Это Java. Ладно. Он предохраняется. Типичная Java. Да, да. Потому что нефиг. Оброчный метод и такие есть. Абстракт. Ну, не абстрактный класс. То есть абстракт. Это когда ведь сам класс вообще все методы имеет абстрактный. Тогда его нельзя создать. В Java немножко по-другому. А я рассказываю про Java. Ты слушай. Ты слушай. Хватит трыдить. Хватит. Но про Java. Так вот. Java, если хотя бы один метод в классе является абстрактным, он не будет компилироваться, пока вы сам класс не пометите как абстрактный. Да, есть какая-то. Понятно, да? А абстрактный. Ну, вы можете, если даже во все методы в вашем классе не абстрактные, прописать его абстрактным. Это если вы не хотите, чтобы создавался инстанс вашего класса. Чтобы ваш класс нельзя было сделать нею. В некоторых особых случаях это нужно. Например, по логике вашей системы такой вот объект не может существовать. Например, просто учетная ведомость. Да, она должна быть учетная такая или учетная сякая. Ну, как бы все методы вы знаете, как написать, но там обязательно в этом методе проверяется это поле. на его состояние. А вот в этом моменте состояния еще нет. Понимаете? И вы не хотите в явном виде сказать, нет, ребята, этот класс нельзя создавать, он инстанцировать. Поэтому делайте его абстрактным. Есть еще несколько способов. Но этот наиболее, с моей точки зрения, такой. То есть есть какое-то ключевое слово. А, да. В Java это пишется просто. Вот когда вы создаете новый класс, вы пишите ему там public class class в данном случае cat, да? Вот. А чтобы сделать его... А вот animal вы напишите public abstract class. То есть в принципе не обязательно, чтобы все методы были абстрактными. Еще раз. Не обязательно. Чтобы класс был абстрактным, обязательно абстрактным, достаточно, чтобы хотя бы один метод был абстрактным. Потому что с точки зрения Java, даже если один метод абстрактный, мы не можем его инстанцировать. Он будет требовать, чтобы вы пометили этот класс как абстрактный. Понятно, да? Потому что она не знает как действовать потом в ситуациях, если вдруг пользователь у этого класса этот метод вызовет. А дальше что? Куда пойдем? Послать, exception выкинуть. Ну, ты вот понимаешь в чем дело. Java вообще в большинстве случаев предпочитает бросать exception на compilation time. И это, как я как программист скажу, гораздо удобнее. По причине того, что... Ну вы понимаете, есть compilation time, да? Когда вы написали программу, нажали кнопочку «Компилировать», он говорит «Опа, а у вас здесь жопа». Ну понятно, значит мы полезли и исправили. А в runtime это когда его скомпилировали без ошибок, слинковали, сделали джарник, деплоили куда-то там, ля-ля-ля, запустили и видите, опа, а так нельзя было делать. Полчаса потрачено. Вот, вот что-то поправили, давай еще раз запустили, проверили, продеплоили, опа, опять неудачно. В Java в общем большинство таких ситуаций вынесено просто на этап компиляции. А он просто у вас компилироваться не будет, если вы там шут на косячи. Маленькие вопросы, мне очень интересно. В Java есть оптимизация какого-то уровня или нет компиляции? Чуть позже. Я вот закончу про OOP, перейду к Java машине и расскажу про этот момент. Совсем немножко. Так, про абстрактные классы поняли, да? Да. Так вот, в Java есть еще одно понятие, которым нет C++. Он называется интерфейс. Интерфейс – это класс, у которого все методы абстрактные. Интерфейс. Пишется точно так же. Паблик класс. Как, да? Паблик интерфейс. Интерфейс просто задает нам сигнатуры методов, которые… Обратите внимание, в Java не поддерживается множественное наследование. То есть мы не можем наследоваться сразу от animal и сразу, не знаю, от наземной творыной какой-нибудь. Или, там, от коричневого объекта, условно говоря. В Java это в принципе нельзя. Если вы напишите класс какой-то extends, то есть наследуется от двух классов, оно просто компилироваться не будет и скажет «иди в жопу». Множественное наследование не поддерживается. Однако, в Java поддерживают множественные имплементации интерфейсов. Вот эти интерфейсы, которые у класса без единого реализации метода, вы можете имплементировать хоть сотню. Это будет означать, что в вашем классе должны быть прописаны каждый… Вот, например… А вот если… Вы поняли, если методы не описаны? Не описаны. Ни один метод не описан. Только на сигнатурах. А тебе придется описать все методы. Да, все методы. Если ты хочешь, чтобы твой класс не был абстрактным. Ты можешь твой класс тоже сделать абстрактным, описать половину только методов. Но тогда его нельзя проинстанцировать. Тогда все равно рано или поздно надо будет прийти к состоянию, когда все методы где-то описаны. Только такой класс можно будет создать. Скажи, пожалуйста, зачем это нужно в множественной интерфейсе? Зачем множественное наследование? Нет, множественное наследование. Понимаешь, в чем прикол? Я так понимаю, что множественного наследования нет, потому что никто не хочет разбираться вот в этом. В основном, сразу скажу, почему Java, например, отрезает множественное наследование. Потому что из-за основного проблемы ромбовидного наследования. Когда вот есть класс А, у которого есть метод М. Да? Классный класс, у него есть метод М. У него есть два наследника. Б и С. Замечательно. Естественно, каждый из этих классов имеет метод М. Предположим, они каждый из них переопределили. Это М со своим телом, а это М со своим телом. Да? Они одинаковые. Там что-то написано, что-то делает. Б в одно делает, С в другое делает. Теперь представили класс Д. Который наследуется от них обоих. Какая реализация этого метода М будет? А какой язык программированный? Ну, нет, жало, совершенно точно. В зависимости от этого и ответ. Да. В некоторых языках, кто первый будет из родителей указан, тот, по приоритету, будет браться. В некоторых языках требует обязательно уточнить, переопределить М, Я, РАС, Т, Л, Н, РС. Короче, приходим и понимаем, что это чертова херня. Извините. Потому что, на самом деле, это очень сильно усложняет код. Читать его становится очень тяжело. Понимаете? Требуются какие-то дополнительные ключевые слова, которые описывают. Вот это бери из вот этого. А это не бери. А на это не смотри. А на это смотри. Туда смотри. Туда не смотри. Не надо это никому. Java это отброшено. Для чего нужна множественная имплементация интерфейсов? Например, у вас есть дерево объектов. Например, у вас есть накладная, закладная какая-нибудь. У нее там десяток ее подвидов. Хорошо. Все хорошо. Замечательно. Но некоторые из этих закладных объектов вы должны иметь возможность передавать по сети, а некоторые нет. Да? У них будет метод передачи по сети, а у других нет. И как? И куда? И чего? Вы, конечно, можете в каждом отдельном прописать. У этого есть метод, а у этого нет. У этого есть, у этого нет. Но потом как? Вам пришла куча этих накладных. Часть можно передать, а часть нет. Будем каждый из них перебирать. Пошлем всех, кто пошел сразу. Да, да, да. Так не удастся же вызвать. Понимаешь? А с помощью интерфейса мы можем с нужным объектом только сказать, что он имплементирует интерфейс, позволяющий пересылать. Понятно? И в список для отправки мы можем класть только классы, которые имплементируют этот интерфейс. И все. Туда просто на этапе компиляции просто не положится объект, который мы не можем отправить. Понятно? Такое. Теория вроде данная. Надо посмотреть. Ну, в практике я, наверное, вам не расскажу. Но общий смысл такой, что когда нам нужно из дерева наследование еще каким-то образом пометь какие-то дополнительные свойства, которые ортогонально, то есть не пересекаются с тем, что есть дерево наследование. Какое-то дополнительное свойство. Какие-то части объектов, например, сохраняются в базе, какие-то нет. Понимаете? Ну, как бы, ну, неважно. У нас тут дерево каких-то объектов из предметной области, канал какими-то там его саб-каналами, еще что-то. Мы, конечно, можем дорисовать там куда-то в середину какой-то отправляющийся канал. Но это, наверное, уже дурость какая-то. Так если мы имплементируем интерфейс, мы все методы должны что, выполнить это? Мы все методы должны имплементировать. Объявить, как они будут выполняться. Не важно, надо это или не надо. А если тебе не надо это? Все по пандосу. Секунду. Ну, во-первых, интерфейсы надо описывать так, чтобы там были только методы, нужные для этого. То есть, если ты, например, описываешь интерфейс, условно говоря, отправка по сети, зачем тебе там другие методы, кроме отправки? Тайл сейчас. Гетеры, сеттеры, парочку. В интерфейсе. В интерфейсе, чтобы эксепшеналы... Так, короче, про индусский код говорить нельзя. Ну, а как же? Что она без гетера и сеттера? Это же... Так, в интерфейсе гетеры и сеттеры не пишут. Отстань. Так, короче, про наследование, множественное наследование в Java понятно? Вопросы? Нет. Но абстрактный класс... Мы можем объявить чисто абстрактный класс, там все чисто абстрактный. Нет, если в этом классе абстрактные методы и неабстрактные методы... Нам, если мы унаследовались от абстрактного класса, нам не обязательно эти все методы... Имплементировать. Но мы обязаны имплементировать все, которые были объявлены абстрактными. А, вот. А остальные, если они не абстрактные... Да. Но мы их можем переописывать. Подождите. Мы пишем программу, мы начинаем с абстрактного класса, например, накидали туда методов. Часть абстрактных, часть неабстрактных. И каждый объект, каждый класс, в каждом классе, получается, выбираешь. Абстрактные по-любому имплементируются, да? Да. А все, что не абстрактное, мы уже решаем в зависимости от... Надо их перевернуть или нет? Однако, ребята, то, что вы сейчас говорите, это в корне не подходит. Вообще, в принципе, правильный подход сейчас в Computer Science идет в обратную сторону. Мы написали классы B и C. Иерархию наследования надо строить снизу. Мы написали класс такой, написали класс такой. О, смотрим, у них два одинаковых метода. Класс. Наверное, у них есть общий предок. Ага, да, кстати, да. Логично. А давайте мы его сдвинем сюда, этот метод. Класс. Передвинули. Так, смотрите-ка, а вот здесь вот тут тоже похожие вещи. Давайте их тоже сюда сдвинем. Ага, да, сдвинули, класс. Так. Нет, ну, замечательно. Хорошо, вот у нас два уровня наследования. И больше ничего не двигается. Да? Здесь только... А здесь смотрим два метода с одинаковыми сигнатурами, но с разным телом. А, ну, он у нас будет абстрактным здесь. То есть индусы начали уже на теорию влиять. Что? Вначале написали что-то, потом давай смотреть, как же ж иерархия наследования прорисовать. Понимаешь, в чем дело? Иерархия наследования не нужна сама по себе. Что-то мне захотелось сегодня понаследоваться. Вот. Иерархия наследования нужна для того, чтобы избежать дублирования кода. Если у нас два класса разных, в принципе, но используем их в одном случае. Плюс у них два одинаковых кода в методе. Ну, нахрена он нам нужен дважды. Мы лучше сдвинем его в общего предка, и он будет оттуда и оттуда. Я думал, что в последовании нужно как тырить чей-то класс интернета. И хочешь, чтобы он делал чуть-чуть другое, чем то, что твой дед был. Ну, короче. Ты в интернете нашел написанный уже класс, который делает почти все то же, что тебе надо. Ты тыришь чужой класс и только дописываешь кое-какие свои шняшки. Неправильно. В интернете ты не тыришь класс. Потому что, если ты тыришь класс, то ты его берешь в виде исходного кода, так сам его имени. Берешь ты там библиотеку, джавник. Ну, это два варианта. Ну, не надо от него наследоваться, надо его вызвать. Саш. Понятно? Да. Если он не все делает, что тебе надо, то пиши какой-то свой код дополнительно где-то еще рядом и вызови его после этого. Вот. Такое нынешнее состояние. Наследоваться от чужого класса крайне вредно на собственном опыте. Ребята, вот смотрите, вы взяли классивую библиотеку и наследовались оттуда от какого-нибудь класса. Класс, замечательно. А индус, который писал эту библиотеку, взял и изменил. Опа. Сигнатуру, например. Опа, у вас весь код посыпался. Давайте быстро срочно все переписывать. Потому что, извините, его класс был встроен в ваше дерево наследование, о чем он вообще как бы ни сном, ни духом. И оно ему вообще никак не уперлось. Ну, взял и поменял. Имеет право. Это его библиотека. Что? А зачем ты обдейтил на последней версии? А вот, ну вот так, вот так вот, да. А там какая-нибудь новая вкусная... Так, ребят, мы уехали в другую сторону. Вернемся. Итак, третий принцип ООП – это полиморфизм. Полиморфизм. Если кто-то биологию в ЕСУ изучал... Ладно. Дальше поехали. Что означает полиморфизм? Это означает возможность обращаться со всеми наследниками. Анимал, да? У него есть собачка с кошечкой. Они такие хорошие. Нет, давайте лучше не собачка, а кошечка будет и, например, рыбка. How much is the fish? Так. Есть у нас собачка, ой, кошечка, а есть у нас рыбка. Класс. Так вот, полиморфизм – это возможность обращаться со всеми наследниками объекта одинаковым образом. Так, как будто они принадлежат классу предка. Заметьте, у них у обоих ей будет метод муф – надо двигаться. Однако, кошка при этом пойдет, а рыбка при этом поплывет. Сделают они это разными органами. Так, Миша, уйди. А от наследования чем это все? От наследования это отличается следующим. Мы эти методы… От наследования, смотри, мы отсюда берем метод и он попадает сюда. Здесь мы описали – сюда он попал. А здесь, в полиморфизме, мы переопределили эти методы. И эти методы работают по-разному для кошечки и для рыбки. Вот дышали – они примерно одинаковые. Повтори, пожалуйста, свою умную фразу. Еще раз, полиморфизм – это возможность обращаться со всеми наследниками одинаковым образом. Там на видео будет записано все. Одинаковым образом, так как будто они все принадлежат классу предка. Таким образом, мы можем в список animals сложить. Кошек и рыбков сложили. И каждому, скажем, муфу. И все они двинулись куда-то. Кошка побежала, рыбка поплыла, птичка полетела. Замечательно. Да? Да. Пуристы, пуристы, пуристы от программирования, от Computer Science считают, что с помощью полиморфизма мы можем избежать полностью операторов if, условных операторов в программе. Они считают, что любое слово if в программе означает, что вы написали плохой код и не учли полиморфизм. Вот. Я пуристов не люблю, честно. Я считаю, что это занадто. Чем занадто, то нам здраво, да? Я считаю, что мы должны все-таки подходить к делу просто. Если это класс, извините, из пяти строчек, то давайте не будем мы его делать. Лучше сделаем if туда и сюда. Ну, не надо вот это вот. Громоздите дерево наследования, еще что-то там, просто из-за того, что там однострочный if. Другой разговор, если в вашем коде есть вот такой блок. Если объект типа такого-то, делаем вот это. Иначе, если он типа такого-то, делаем вот столько. А иначе, если тип такой-то, еще вот столько. И тысяча строчек входит. Вот вы такую фигню видите в коде, она значначно означает. Ребята, это ALD-1 объект одного типа, это был объект другого типа, это был объект третьего типа. Разделите их внутри объекта, и будет вам счастье. Поняли? А не может ли быть такое, что мы как-то... Ну, я знаю, что всяк это можно, можно ли в Жаве убить какой-то метод родителя? Нет. Нет. Это называется нарушение контракта. То, что мы наследуем у паранта, прописаны какие-то методы. Значит, у всех наших child'ов должны быть те же самые методы. Это называется контракт. Мы соблюдаем контракт. В принципе, теоретически, ты можешь в любом из методов бросить exception. Not yet realized или что-нибудь типа такого. Однако. И как бы виртуально запретить этому методу вызывать его. Однако. Обратим внимание, на этапе написания кода этого будет незаметно. Кроме всего прочего, если ваша несчастная кошечка попала в целую тонну рыб одна, и вы всех пытаетесь у них вызвать… А перло так поперло. И вы пытаетесь у всех у них вызвать раздуть плаваники или жабры, то в этот момент внезапно, где-то на тысячной, которая вдруг внезапно оказалась кошкой, вылетит сообщение «А-а-а-а, мне нет жабры!». Понимаешь? Я просто хочу, например, с кораллом, да, можно было написать метод двигаться, у него реализация пустая. Да, можно. То есть 2 метра и тур 0. Ну так условно, и все. То есть метод сам по себе есть, но эксепшена не будет, но и реализация не будет. Да, в Java достаточно часто так делается. Это считается нормальной реакцией. Особенно такой часто используется в юнитестах, когда нужно изучить объектное взаимодействие с кем-то другим, с каким-то тяжелым объектом, вместо него подставляется такая заглушка, все методы, которые ничего не делают. Понятно, да? И мы просто проверяем, что они болевают. Понятно, да? Итак, полиморфизм очень мощный, мощный принцип. Я про него тут уже много раз говорил и сейчас уже говорю, еще буду говорить на других лекциях, поэтому сейчас я даже, наверное, больше останавливаться не буду, потому что вас и так загрузил. Как у нас со временем? 10 минут. Во сколько мы начали? Где-то в 20 минут, по-моему. Давайте я немножко еще про Java-машину расскажу, раз уж Миша эту тему поднял. Итак, в чем разница? Смотрите, как работает программа на любой операционной системе. Есть уровень драйверов, ну, есть железо, да? Оно хорошо там есть. Там какие-то железяки, процессор, видеокарта, там еще что-то значимое. Железяки, к ним есть драйвера. Это программа, которая умеет какие-то стандартные обобщенные вызовы, превращать в вызовы конкретной железяки, да? Всем все понятно, да? Еще выше находится уровень операционной системы, которая умеет стандартные вызовы приложений. Вот здесь вот находятся наши программы, например, для Windows это экзешник, да, там, или Unix это там. Просто исполняем FL, да? Вот эти вызовы стандартные для операционной системы, переводить в стандартные вызовы для драйверов и уже в нестандартные вызовы для железяки. Это стандартная схема работы любой программы на любой операционной системе. Понятно, да? Как работает Java? Java добавляет дополнительный уровень абстракции, который называется Java Virtual Machine. Java. И Java Application работает уже вызывая стандартные методы Java Machine, которые преобразуются в стандартные методы VOS, которые преобразуются в стандартные методы RRF, которые в доме, которые построены ЖЭК. Да? Как вы видите, отличие от стандартных приложений, экзешников, одно, добавление вот этого пункта. Однако, давайте подумаем, откуда взялся вот этот application. Кто-то написал исходный код, например, на C, на C++, там, на каком-нибудь Pascal, или еще чем-то, его знает на чем. На чем-то написал, да? Потом запустил компилятор, линкер. Обратим внимание, что такое компилятор. Компилятор — это программа, которая исходный код преобразует в исполнимый код для операционной системы, работающей на конкретном наборе железа, на конкретной архитектуре. Понимаете? Она его оптимизировала под конкретную железяку. Ну да, операционную систему под конкретную железу. Ну, не совсем к железу, а конкретную конфигурацию мощности, скажем, сочетание оперативной памяти, мощности процессора и так далее. То, на чем она, собственно говоря, компилировалась. Понятно, да? Соответственно, если вы работаете немножко на другую версию операционной системы, она практически всегда немножко другая. А если она на той же версии, но на другой машине? На другой машине, на другие версии драйверов, наверняка, которых наверняка там какая-то другая немножко сочетание производительности. Другое количество памяти и так далее. Ваше приложение 100% будет не оптимальным. Для того, чтобы оно было оптимальным, его надо перекомпилировать именно на вашу железе. Понимаете? Слушайте, а линкер от компилятор, а чем отличается? Компилятор переводит прямо твои классы в код, а линкер собирает их вместе со всеми другими прекомпилированными классами в исполнимые файлы. Ошники, короче. Да. 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 Да, в экзэшник. Понятно? Да. Соответственно, что мы отсюда делаем вывод? Если приложение распространенное, оно будет, скорее всего, рассчитано на наиболее слабую машину из тех, у которых она умеет работать. Ну, это логично. Потому что, если оно будет рассчитано на более высшую машину, скорее всего, на этой дохлой машине она, извините, как бы совсем будет не работать. Соответственно, она гарантированно не использует каких-то новых методов ВОЗ, которые появились, потому что, извините, извините, у кого-то там старенькая версия еще. Она там просто будет падать. Да? Соответственно, в общем случае приложение, написанное и скомпилированное, уже не оптимально у вас работает. Java приложение изначально компилируется в байт-код, который единый для всех Java обработанных машин. Да? Вот Java-машины разные для всех операционных систем. Да? И они умеют перетранслировать. Так вот, раньше, в самом начале, на заре Java, она переобразовывала построчный этот байт-код в исполненный код в операционной системе. Это было, естественно, очень медленно. Сейчас в дело вступила важная вещь под названием JIT. Just-in-time компилятор, который является составной частью Java. Так вот, что делает JIT? Если вы запустили приложение HelloWalt и тут же из него вышли, JIT-у пофигу. Отработали и отработали. Миллисекунды, которые он скомпилирует, он вообще делает следующее. Он прекомпилирует части наиболее часто используемого вашего кода на конкретное железо, на котором он сейчас в данный момент работает, в код, аналогичный вот этому. Однако он компилирует его с основания именно вашего железа и вашего окружения. Поэтому, для того, чтобы определить, какие части кода надо перекомпилировать и как, с какими настройками, он ждет сначала много запусков. Если ваше приложение тяжелое, работает долго, JIT сидит и собирает статистику. По какому пути выполнения проходит вызов в основном вашей программе. Какое узкое место. После чего он перекомпилирует это. Замеряет результаты. Если это было лучше, отбрасывает, перекомпилирует по-другому. Строит их из блочков и постоянно тюнит это. Нифига себе. Экскусственный интеллект. Да, постоянно это тюнит. Так вот, в результате, на большом количестве запусков, Java-овское приложение выигрывает в процентах, по сравнению с нативным приложением. А почему, когда игрушки до сих пор все пишут, все серьезно пишут на экзешниках, ну, на сях, а не на... Потому что проблема холодного старта. Java тяжело очень поднимается. Понимаете? И для того, чтобы она быстро начала работать, ей нужно... Ого, ого, ого. Там час, два, три, сутки, несколько. Конкретно на этой машине. Конкретно на этой машине. Конкретно на этой нагрузке. Ребятки, именно поэтому, когда говорят, что Java тормозит, они, конечно, правы. Когда говорят, что Java летает, они тоже правы. Просто надо говорить о чем. Надо говорить о чем, да? То есть, поэтому никто не пишет Appliction Server, а на сях. Это будет, во-первых, глупо, потому что на этих ситуациях Java или .NET выигрывают просто ощутимо. Ну, хотя бы за счет того, что ее писать проще. Я уже не говорю о том, что выигрывает на процентах на производительности на долгой нагрузке. Плюс ко всему это еще и garbage collector и все остальное. Извини, я, может, прослушал, ты говоришь, что на вот это вот Java, Net, оно даже выигрывает в процентах. Несколько процентов выигрывает у прекомпилированных приложений. У C++ на первом. Еще раз. После долгой работы. После долгой работы. Так работает JIT. Он ее оптимизирует, понимаешь? Подгоняет так, прогоняет всяк, смотрит конкретно на вашу нагрузку. Конкретно что вы, как вы ее используете. На нагрузке, на ядра подгоняет, на видеокарту родной подходит. Да, да, да. Ну, да, интересная штука. Это, действительно. Это вот ключевое слово для фанатов, так сказать, производительности. JIT штука полезная. Другой разговор, ребята. Вы же понимаете, что все люди живые, да? Если завтра горит проект, можно и на Java написать. Она настолько кривая и тормознута, что... Самым лучшим вариантом, давайте исходненько, чтобы юзер компилировал. Вы себе какую-то легенькую придумать компилятор, типа MingWay, условно. Да, вот примерно так оно работает. Так оно примерно и работает. Однако оно компилирует не из исходных кода, а из байт-кода. Ну все. А байт-код это практически прямое отражение Java-кода на некий псевдо-код для псевдо-машины. Вот для этого Java-машины. На C-шный код точно так же можно дать Ошник и скомпилировать... Слушай, это остальным ребятам неинтересно, мы с тобой позже обсудим. Хорошо? А что, обсуждаем? Да. Да, все. Так, что еще хотел сказать? Несколько слов по абстрактному. Java бывает трех видов. А, да. J2.me. Северная мобильная еще какая-то. Java.to.se. Java.to.ee. ЕЕ. Итак. В принципе, Java 2.me. Java 2.mobile.extation. Дело в том, что... Почему Java 2? Тут такая же развлекуха, как примерно со словом penchum. Это архитектура, это не номер версии. Просто начинается с версии... Когда Java только выпустили, она была страшно тормозная, я же говорю, делала вот эти вот штуки. Причем там был дикий кошмар в библиотеках и так далее, но ребята не знали, как это писать, откровенно. Когда наконец-то начали собирать первую информацию, схватились за голову и сказали, господи, что мы тут натворили, давайте все переписывать нафиг. Однако надо дать им должное. Java до сих пор совместима обратно. Даже старые программы, по-моему, почти все отработают.